Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем разговор о книге пророка Ионы на портале Экзегет. С вами Ирия Алексеев Волчков. Итак, разбираем вторую главу книги пророка Ионы. «Господь послал большую рыбу проглотить Иону. Три дня и три ночи Иона был у нее в утробе». Мы с вами знаем уже про то, что Иона бежит от Господа, скрывается в трюме корабля, желает плыть не на восток, управляться в Ниневию, а на запад, максимально известную точку, колонию Таршиш в Испании, но оказывается на своем пути в очреве непонятного божьего творения, создания. Устоявшиеся представления есть благодаря переводу одному из европейских языков о том, что Ион усил кит. И вот когда начались исследования морских глубины, китов, появляется наука европейская, выяснилось очень печальная для многих верующих деталь, что никого кит не может полотить, потому что устройство его пищевого аппарата таково, что он питается планктоном и мелкими ракообразными. И, конечно же, это вызвало смущение у многих верующих, многих богословов. Люди начали искать, какая же рыба, может быть, кашалот, может быть, большая акула или какое-то вымершее животное могло таки съесть пророка Иону. Но мы с вами лишены этой дилеммы, этой драмы. Мы уже можем не искать никакое из этих животных, потому что, как мы уже договорились с вами, удобнее, лучше, эффективнее, продуктивнее, назидательнее эту книгу читать не как изложение истории, а как рассуждение о возвышенных богословских вещах. Иначе говоря, эта книга рассказывает нам о богословии, а не о жизни, событиях, реалиях конкретного человека, жившего в древнем мире. Итак, некая большая рыба, «дак-гадоль», никакого тут кита нету в еврейском тексте, «большое морское создание». Название его не уточнено, дается такое родовое его обозначение, просто большая рыба проглотила Иону. Но чем нам эта большая рыба интересна и важна? Древние знали, считали, что это точно факт, что в морях живут большие животные, драконы, какие-то левиафаны, которые являются владыками морского всего этого пейзажа, морского царства. И известно, что многие народы этим созданием морским существам, морским богатырям поклонялись. И вот в этом стихе, глава 2, мы понимаем, что Господь есть владыка и этих тварей тоже. Эти твари, лишь какая-то игрушка, инструмент в руках бога Израилева. Бог сказал, и большая рыбина проглотила Иону. Иона пребывает в одиночестве три дня и три ночи. Иона предоставлен сам себе. Он может и выспаться, и подумать, и решить что-то. И вот начинается после этого пребывания монолог, молитва, псалом, который Иона озвучивает. Из рыбьей утробы он молился Господу, Богу своему. И вот начинается этот псалом. С стиха 3 до стиха 10. Вся вторая голова состоит из этого большого псалма. Откуда этот псалом взят? Этот псалом является набором стихов из известных нам псалмов, находящихся в псалтирии. Просто разные стихи, которые вызвали интерес у автора книги Ионы, он собирает в одном месте, появляется псалом. Иначе говоря, в книге пророческой занимает центральное место псалом, который излагается в стихах 3-10. Итак, почитаем этот псалом. «В беде призвал я Господа, и Он мне ответил. Крича из чрева Шиола, ты услышал и меня». Излагается то, что Бог слышит молитвы израильтянина, Бог слышит молитвы еврея. Бог, еврей, призывает Бога, молится, кричит из чрева Шиола, и Бог отвечает на этот самый вопрос, на этот самый призыв. Чрева Шиола требует комментариев этого выражения. Шиол – то, что находится в преисподней, где-то в очреве земли, так думали древние люди. И вот Иона опускается в очреве этой рыбины, этой его москового творения, прямо до этого Шиола, оказывается. Иона в центре или около того, что символизирует одиночество, богоставленность, уныние, депрессию, страх, безнадежность. И вот Иона оказывается там, из этого места горя и страдания, Иона вызывает Богу. «В бездну, вглубь моря, ты меня вверг, меня уносят потоки, все валы и волны твои ходят надо мною». Иона на дне морском. Глубже, чем Иона был, невозможно оказаться. «В бездну, вглубь моря Бог ввергает своего пророка. Все валы и волны твои надо мной ходят, я вот там нахожусь. И думалось мне, я изгнан прочь твои глаз, но нет, я еще увижу твой храм святой». Вот, ты меня прогнал, ты меня наказал, но я верю, что я еще смогу быть спасен, возрожден и обрести лицезрение, видение твоего храма святого. «Мне вода поступила к горлу, вокруг фучина, лоб облеплен морской травой. Я под землю сошел, к корням гор, врата земли за мной навек затворились». Вот описывает то место, где оказывается Иона в очреве кита, этой большой рыбы. Итак, такое было представление, что есть суша, есть земля, стоящая на столпах. И вот эти столбы, они окружены водой, морскими водами. Эти воды, они видны, вот когда мы видим моря, океан. Это вот одна и та же вода. Она как будто бы окружает землю не только справа, слева, с севера, с юга, с запада, востока, но еще и снизу, потому что те столбы, на которые опираются суши, они тоже погружены в эту воду. И вот, оказывается, Иона прямо вот под, около этих столпов, на которых находится эта земля. Иначе говоря, вот еще раз, «Я под землю сошел, корням гор». Эти столпы называются, иначе говоря, корнями гор. Ворота земли за мной навек затворились, то есть выше меня земля, выше меня вся суша. Но ты подняла из пропасти жизнь мою, Господи Божий мой. И вот начинается момент надежды, упования на Бога. Стих 8, читаем дальше. «В изнеможении, в отчаянии, я, Господа, вспомнил, и моя молитва пришла к тебе в твой храм святой». Вот, описывается то, что Иона что-то понял, что-то узнал, догадался. Вот, и начинает молиться Богу, находящемуся в храме святом. «Приверженцы жалких ничтожеств тебя предают, а я жертву тебе принесу с благодарностью на устах исполню свои обеты, спасение в руках у Господа». Вот, оканчивается Псалом. Смысл Псалома такой, что, дескать, Иона кое-что понимает, кое-что убеждается, кое-что для себя определяет, чем-то примеряется. Это Псалом, который имеет в композиции сочинения смысл такого покаяния или обращения, что ли, которое с Ионой в очереди кита и происходит. «Господь повелел, и рыба изрыгнула Иону на сушу». Вот так оканчивается глава 2. Ну, дорогие друзья, вот есть текст, есть традиционный комментарий, есть еще догадки ученых. И бывают догадки ученых, предположения ученых дают нам какой-то свежий взгляд, более острый взгляд на привычные, знакомые нам места из Ветхого Завета, книги Ветхого Завета. Так вот, есть такая догадка, эта гипотеза, может быть, это неправда, может быть, правда, что на самом деле этот Псалом оказался частью книги пророка Ионы потом, не сразу, не сразу, а никакого Псалома раньше не было. Вот просто была история о том, что Господь послал большую рыбу, эта рыба съела Иону, а потом начинается без Псалма совершенно, начинается рассказ о том, что Господь повелел, и рыба изрыгнула Иону на сушу. Но если Псалом мы убираем, то мы находим совершенно уж печальное изложение истории Ионы, такое, совсем уж такое, минорное. Иона, бедняга, всегда оказывается объектом вот божьего, какого-то божьего, божьего плана. Он как будто какая-то пешка или какая-то фигура на шахматной доске, Бог двигает Иону туда-сюда, в море, в очеревок рыбы, на берег обратно, без всякого участия самого Ионы. И вероятнее всего, это вероятное предположение, такой и был смысл изначальной книги пророка Иона. Это такое было грустное размышление о том, что вот это и есть история Израиля. Сам Израиль со всеми своими бедствиями, со всеми своими завоеваниями, с пленом, с разрушением храма, это есть вот голубка в руках Бога. И мы не знаем, евреи, мы не знаем, какой смысл за всем этим стоит. Но в дальнейшем почитали участники создания Библии как такого сочинения одного, то, что книга хорошая, но очень такая печальная, грустноватая. Нам одного Иова хватит, одного экклезиаста уже хватает. Надо ее немножко сделать более такой нормативной, приемлемой, что ли. И вот решили, что вот пускай будет Псалом здесь, который действительно делает книгу более такой уравновешенной, что ли. Мы тут находим Иону как того, кто тоже соучаствует в своей судьбе. То есть оказывается в очреве кита под корнями гор, у столпов мироздания, Иона раскаивается, и Бог это раскаяние слышит, и Бог его спасает. Резюмируя рассказ, разговор о главе второй, мы можем сказать следующее, что как бы мы не понимали историю появления этого Псалма, было ли это изначально часть этого сочинения, либо в дальнейшем это была глава, Псалом был добавлен, вставлен, так или иначе мы открываем необычные, интересные, глубокие смыслы этой книги, книги пророка Иона. Спасибо за внимание. Продолжение следует...